Ну что, я еще раз представлю, Сверцов Александр Александрович, летчик-космонав Российской Федерации. Первый полет в 2010 году 176 суток, второй полет в 2014 году 169 суток, и третий полет в 2019-2020 год, Дуги до мороза, впервые 201 сутки. Ну, в общей сложности на орбите 146 суток. Ну, то, что выполнено огромное количество задачи, понятно. Ну, так я бы сказал, что в первом полете не удалось, а во втором полете выполнил два выхода в открытый космос, хотя готовился к семи, но так получилось, так сложился в сайте. И в третьем полете готовился, четыре раза назначались сроки выходов, ну, выход был отложен, потом выполнил его другой экипаж, выполнил с ошибками, в общем, такой веселый выход получился. Сейчас я хочу вам представить, потому что есть такое место, где готовится космонавта, называется Центр подготовки космонавтов. И я вам хочу сейчас показать фильм. Он мне нравится чем? Что он достаточно короткий, но он показывает, во-первых, то место и, так, в основном некоторые тренажеры, где мы готовимся, какие-то определенные этапы подготовки непосредственно уже к полету. И вы увидите количество сил и средств, которые задействованы вообще на процессе полета. Конечно, не все, но посмотрите. Посмотрите на мое лицо, на лицо бортинженера. У моего второго, это будет презентация второго полета, экспедиция 39-40. Но я почему вам еще покажу, потому что сегодня вы будете иметь возможность связи по радиолюбительской связи вечером. С экипажем, который сейчас находится на орбите, вот Олег Артельных, который с вами будет также принять участие, он в это время сейчас летает, то у меня был бортинженером номер два, вы его сейчас вживую еще и увидите, с кем будете разговаривать. Но не только с ним, там еще Денис Матвеев, молодой парень, первый полет, и Сергей Корсаков, тоже молодой парень, первый полет. У Олега это уже третий полет, ну как у меня. Поэтому давайте сейчас вместе посмотрим. Для меня всегда это приятно смотреть, потому что я понимаю, что это один из этапов моей жизни было. Я в третий космонавту 25 лет. И вот второй полет уже был такой более осознанный, первый волнительный, второй был более осознанный. Давайте включим и посмотрим. После искусственного нашей атмосферы запах стихий, полевых цифров, как у нас в контакте. Наслышит палатку, которая быстро установлена, временная палатка, там три отсека. Нам предстояло еще пройти полевой тест для подготовки полетов на Марс. Надо смотреть, как человек может себя вести после детьми космического полета. То есть надо было постараться пройти, перешагнуть через определенные препятствия высоты. Лечь, встать, очень тяжелое это испытание. Некоторые после детьми получали стимулярные расстройства. Вот теперь обратите внимание, да, вот такой временный заберетчик. Сколько сил действительно задействовано для того, чтобы нас эвакуировать. Ну, вы посмотрели, вкратце я так вам показал. Я привез сюда еще, и у Слава Дмитриевичу вручу, есть постер по подготовке к центру. Ну, постер такой, даже не постер, а как бы буклет к центру подготовки космонавтов. Вы его возьмете, полистаете, там так вкратце все показано. И там в подготовке, ну, может, там, я даже не помню, честно говоря, в этом году. Есть там мое лицо, но, по-моему, где-то там есть. Вот, ну, общий такой, познавательный. Чем занимается центр, какие задачи? Начальник центра. А сейчас я вам покажу. Дело в том, что... Мне хочется просто посмотреть на вашу реакцию. Космонавт, который находится на Международной технической станции, да, очень сложно. Первым делом, конечно, хочется, когда стартовал, хочется посмотреть на землю. Но, к сожалению, командир корабля, он оказывается самым худшим в худшей ситуации, потому что у бортинженера 1 и у бортинженера 2 у них иллюминаторы есть. Они так достаточно близко к ним находятся, они могут выглянуть. И если мы делаем закромчу, для того, чтобы солнечная авиация закромчилась, чтобы все время на скорости крутиться, и все демилизировать армию. И получать у них приток электроэнергии. Ну, мы со скоростью 3 градуса, ну, там, 3,5 градуса в секунду вращаемся. И они, конечно, все видят во втором времени, командирами на временем. Закромчу делают, работают. Ну, конечно, бортинженер тоже там помогает, но, в основном, там работа командира. Я только через 6 в первом полете у нас мы двое суток забирали до станции. Я смог отстегнуться. Давайте мы микрофон дойдем. А вообще, плохо слышно, да? Да, не слышно. Дальше или не прошло? Получается, что командир, который работает, я только через 6 часов смог взглянуть на нашу землю. Вот, вот, и с космоса. Ребята, уже все. Я вот отстегнулся, и получилось, что это как раз ночь и Америка. И у меня, ну, просто вот снесло... Такой бочку, называется, да, потому что вращение, звезды, и внизу атлантическое побережье Америки. То есть, как раз Вашингтон, Нью-Йорк, вот те места, полностью освещенное побережье. И, получается, звезды там, освещение здесь. Я так говорю, юг, вот это красота. После этого я понял, что... Да и мне ребята рассказывали, космонавты, которые уже были, что, в принципе, очень часто, если есть возможность, выглянуть, посмотреть, увидеть землю, мы всегда это стараемся делать, потому что земля действительно... Ну, она просто красивая. И она вот до такой степени притягивает взгляд, что и состояние нелесомости, оно позволяет именно расслабиться полностью, полностью расслабиться, висеть около этого лиминатора и смотреть. И ты можешь посмотреть так, можешь посмотреть и перевернуться. И хочется очень часто взять фотоаппарат и сфотографировать землю. Но я знаю космонавтов, которые, например, ставили себе задачу сфотографировать все чудес света. Мачу-пипчу, там еще что-то там, водопады. Ну, вы же у каждого свои. Кто-то города сфотографирует. Ну, я тоже старался это делать, но по мне что-то такое проснулось немножко. То ли ребенок, я не знаю. Но мне вдруг показалось, что земля сама по себе художник. И вот, когда я наблюдал, что-то наблюдал, я брал фотоаппарат, сфотографировал, и я понимал, что красками земли являются облака, леса, поля, реки, всевозможные какие-то строения, ну, все что угодно. Горы, хрифты, там, где-то. И они мне начали напоминать некоторые вещи. Ну, сейчас вы поймете, что я вам хочу показать. А вы мне, если можно, скажите, что вам оно будет напоминать. Просто вот так вот. Потому что я, например, знаю, что я видел, когда я это делал, фотографировал. И могу сказать дальше еще, что фотографию с космосом, вот сейчас будет один снимок, предположим. Ну, что тут далеко говорить, надо включать. Презентацию, без момента, включи. Ладно, хорошо. Начнем с того, что все-таки земля художник, краски земли включать. Здесь не надо, просто поставь его и включай. И вот показывай. Вот земля, сама художник, вот тут, смотрите, никакого фотошопа, ничего. Вот просто вот снимок, здесь ничего, никаких специальных эффектов нет. Я знаю, где я это снимал, но посмотрите, какие краски. Я не знаю, как, конечно, передают экран, но, в принципе, должен быть не плохо. Вы же в физико-минфоническом углу, да? Вот, оставь его такой. Кстати, здесь такой закон Пернули, это поведение, ну, вы же слышали, кто-нибудь, нет, еще пока рано. Ну, в аэрограммике используется, как проявляется подъемная сила, и все остальное. В гидрограммике, конечно, тоже так. И вот здесь вот можно очень четко наблюдать, что там, где уже поток, там увеличивается скорость потока. И вот с левой стороны это море, а оно имеет свою плотность, вода. А с правой стороны вытекает река. И вот как идет перемешивание. Вот это вот тоже очень хороший наглядный показ вот именно этого закона. То есть некоторые там, где более узкие каналы, они глубже впадают в морскую воду. То есть они с большей скоростью проталкивают его туда. Да, конечно. Ну, здесь нога человека вообще не ступала. А это такой маленький грязевой вулканчик. Сет. С четырех тысячи высотой. Да, могу вопрос. Это же личников, которые рисовали с продвижением, с металлистами, так же ритмом. В принципе, это реальный снимок, но он, естественно, выполнен с фотоаппаратом с определенным фокусным расстоянием. То есть у нас объективы есть тысяча двести. Но правда через конвектор, а так он шестьдесят сантиметров в длину. А если объектив в восемьдесят сантиметров в длину, то будет большая труба. И поэтому, когда их делаешь, они действительно достаточно детальны. Но можно еще приближать, потому что каждая матрица имеет свое разрешение. И, в принципе, мы меньше 24 мегапителя, и мы не работаем с матрицами. У нас 24 мегапителя и 32 мегапителя. То есть это очень такая серьезная аппаратура. Ну, мы работаем, например, с фотоаппаратами, с ником. Американцы работают, вернее, мы с цельками работаем, а американцы с никомами. Ну, вот так вот. Назад верни. Вот обратите внимание, ну, это горная плата. Я сейчас хочу сказать именно эту краску. Обратите внимание, какая краска себе пробила все-таки дорогу в этих горах. Ну, получается, такой кленовый листочек какой-то, как мы что-ли. То есть всегда вода. А вот этот я очень люблю, потому что получилось, что за счет солнечного света тень здесь можно увидеть как 3D-проекцию. То есть на горах есть еще горный хребет, и этот горный хребет, получается, его можно видеть с паса и крови. Ну, вот так вот выглядит грозовой фронт, в принципе, закат, потому что тут вот с этой стороны сейчас... Тут неважно, мы или на восход уходим, или на закат, то есть в темноту или на свет. Ну, просто вот эта граница света и темноты, видно, насколько такие крупные грозовые бока. Ну, мы еще такое увидели, он будет приблизительно такой. Ну, давайте дальше. Вот мне очень нравится тоже это место. Ну, могу даже сказать, что это... Ну, так, восточной грубережье, в Южной Америке, в Патагонии. Ну, получается, облака как будто... Облака как будто вот они натягиваются, как будто одеяло. У меня много, вот как раз я это увидел, я это фотографировал, и далеко, и близко, и разным местом, потому что мы так подходили, и хорошо. Вот эти вот все хребты внизу, это горы, и они так высотой, ну, я так понимаю, 4-5 тысяч. Ну, вот этот мягкое пушистое облако натягивается, как одеяло на него, красиво получилось. Ну, вот так выглядит Европа. Ну, вот светится Милан, вот здесь Мюнхен, там Кюрн. Ну, это Средиземное море, Корсика, Сардиния, где-то там Сардиния, вот у Корсика, это Средиземное море. А это начало итальянского сапога, а это Альта. Ну, и вот. Вот Европа вот так вот освещена. В ту сторону Франция прошла, Испания, и она еще так фотографировала. Ну, вот это вот очень серьезно и красиво сверкали молнии в районе, где-то Китая. Ну, пока я схватил фотоаппарат, пока настроил, пока быстро, и вот уже вот прям вот Ай, все, 5 штук, и дальше мы вышли на свет, и вообще уже все пропало. Ну, вот так вот выглядит полярная Сиена. Ярко и красиво. Тоже какие-то фигурки, архитектуры, а на самом деле это острова в Грессе. У меня что-то здесь нравится, это типа такого, ну, опять же, как художество. И вот, вот это вот похоже след от самолета, но достаточно хорошо видно. Ну, и вот такое образование. Ну, это в основном кораллы. Вот тоже. Вот назад вернее. Вот ходили, не ходили, читали Тома Сойера, там, Гельбера и Хина, да? Да. Вот это Миссисипе впадает в Мексиканский залив, река. Вот здесь очень много крокодилов. И такое получается, как дерево. Ну, какой-то горный хребет, но, можно сказать, там такие места, что... Тут явно пчелагерного вообще просто никогда не было. Какие-то коралловые рифы, не помню где, что, ну, вот просто вот граница перелива этого света. Но все равно вот фотоаппарат он может даже, не может до конца, вот, выдать эту красоту. А здесь, это пустыня. Барханы видно. И тоже вот свет сплошной. И вот тут вот раз, вроде как, что-то есть. Вот. Это подтверждает. Там есть вода, там есть жизнь. Ну, это вот поля. Когда вода подводится, и орошающая система ездит по кругу, получается вот. Ну, вот такие вот поля. И потом нам присылают фруктуру. Оттуда. Ну, тоже обратите внимание, какие краски, да? По-моему, это будет... А, нет, еще есть. Вот это вот горная плата. По-моему, это крайняя фотография? Нет, нет, опять же, да? Правильная. А теперь давай вернемся. Вот, теперь я хочу услышать ваше мнение. Следующее. Давай шутки сделаем. Ну, давайте начнем с того, что... Помимо того, что я как художник, она, че, умеет так в образе, что-то вызывает какие-то ассоциации в своей, ну, в том, что создано на ней. Вот скажите, что вы сейчас вот здесь видите? Таксу. Таксу, да? Да. Вот, вот прям 100% я, кстати, тоже увидел таксу. Вот это вот собачка, глазик, ушки, длинная, высокая. А еще? Нет, сейчас. Машина подышка? Нет. Вот смотрите, сейчас, секунду, сейчас объясню. Вы поймете. Да, действительно, я увидел таксу. Но, потом, сколько я не фотографировал, вот сколько я это место, мне очень понравилось. Я его узнал, где я фотографировал. Пропал вот этот белый глаз. Вот этот прям. И потом я все время видел птицу. Ну, типа голубя какого-то, птица и все. Вот, как бы я ни фотографировал, что бы я ни делал, я больше таксу не видел. Вот это у меня единственная фотография, и вот так вот оно бывает. И главное, что под другим углом пытался свинуть без холета. Давай, как-то дальше. Да, да, я тоже так подумал, что это олень. И в принципе, вот он похож на олень. Ну, олень, да, вот он, я, я увидел олень тоже. Ну, потом, как-то я его сфотографировал вертикально, и получился какой-то там клоун какой-то такой весь. Ну, давай им дальше. А вот здесь. Шимпанзе? Вообще-то шимпанзе похоже, да, я согласен. Ну, мне что-то сначала показалось, что это лягушка. Но потом я понял, что, наверное, нет, не лягушки. Я так и не понял, что это. Ну, что-то такое хозяевристо. Ну, тут, по-моему, очень просто, да? Носорока и зебра. Ну, я подумал, зебра. Мне сразу, знаете, напомнил Африку. Типа, носорока и зебра. Я их пытался... Нет, это не ваша носорока была. Кто? Она носорока была. Это? Ну, это большой носорок такой, да. Ну, не знаю, вот я увидел. Ну, я, вы знаете, я хотел их разделить, я пытался их сфотографировать, по-разделить, но не смотрят сами по-разделить. Так вот они у меня два и путешествуют. Вот это точно лягушка, да? Ну, в общем, это мне показалось лягушка. Ну, цифра 5, ну, я общую картину с видео. Потом я уже там, если присматриваться, для тех, кто очень внимательен, потом увидите еще одну фотографию, и тогда мы подслушаем ваши версии. Потому что... Так, ну ладно, это вот змеи, правильно? Реки Тикитая, про мангуста, который защитил семью. Это мультфильм такой. Ну, у меня дети, естественно, есть, и тоже мультфильмы любил. И вот этот танец змей, когда кобры танцевали, вот очень похоже. Но вообще, это река в Бразилии. Но не Амазон. Очень интересная история вот этой фигуры. На что напоминает? А на Кита не похоже? Ну вот, как Кит. Я увидел Китая, не про Круга и не думал. Чисто Китая. И вы знаете, я попытался его через два дня сфотографировать. А это барханы. Просто барханы так сложились. Их ветром раздуло, и больше всего этого фигуры не было на земле. То есть вот, я потом специально еще прицелился, думаю, ну сейчас вот я вот. Все, на этом месте ничего нет. Ну, рыбка. А на черепаху не похоже? Ну, мне кажется, черепаха так что-то такого вытянула вроде как. Ну, можно, да. И налька какого-то назвать. На инфузорию не похоже? Ну, я говорю, я потом увидел что-то. Нет, мне показалось, черепаха. Я просто подумал. Ну, интересно. Давай. Какой? Погладить хочется сразу, да? Ну, мне показалось, типа, рысик какой-то приготовленный. Так, кот прыжку приготовил. А вот это вот беленькое облако, оно прям как шерсть сверху. Загрюч. Так, но это были еще, вот эта фотография на 2010 году сделана была, потому что я летал два раза во время чемпионата мира по футболу. Ну, я люблю футбол и сам играю, и капитан футбольной команды был в нашем центре подготовки. Ну, в общем, тогда эмблема футбольного облака был «Заяц». Вот мне показалось, что это «Заяц» играющий в футбол. Ну, типа, бьющий, там, и так вот такое. Ну, как вам это? Мне кажется, какой-то, знаете, головастик какой-то такой, лягушащий. Ну, можно рыбкой назвать, да, или нет. Так, значит, тот момент, когда моя дочь росла, был этот мультфильм, может, вы его не знаете еще, «Привидение Каспер». Так вот, я Каспером назвал. Вот, такой веселый Каспер. То есть, ну, да, да, это красавец. Для людей старшего поколения такой фильм был. Кортик. У него там графиня стояла, такой, перед входом во дворец орел. Бронзовая птица. Кортик, бронзовая птица. Очень похожий. Кто-нибудь был на ВДНХ? На ВДНХ в Москве кто-нибудь был? Нет? Там фигура есть, рабочая колхотница. Вот там мужик с молотом таким размахивающим, типа, серпом и молотом. Вот приблизительно мужик с молотом, мне показалось. Так, это тоже, это серия мультфильмов. Значит, я назвал это «Веселая черепаха». Потому что, помните, львеночек на черепахе катался. Я на львеночке сижу, я с львеночком дружу. И вот, вон, как раз, все сижу и сижу. Мне показалось, что выражение этой черепахи, мордафи, в тот момент, когда она с львеночкой каталась, очень похоже на это. Ну, вообще, можно сказать, что это верблюд, да? Ну, два горба, вроде как. Но мне показалось, что это парк. Ну, кто-то краба видит, кто-то там слоненка какого-то. Вот здесь очень много интересного. Ну, опять же, начало для меня. Поскольку существовал... Ну, я это сфотографировал и назвал это «Осминогом», который в свое время вытягивал, спрашивал, кто будет чемпионом мира по футболу. Он не Пауль, да, «Осминог Пауль». Вот он был очень похож, мне показалось, на него. И он доставал щупальцами команду и говорил, ну, вернее, показывал, будет чемпионом мира. Ну, сейчас, говорят, по-моему, ушел. Вот, закончился этот Пауль. Но я увидел «Осминогом». Мне показалось, что все, сто процентов. Один курсант, я выступал в Кадетском корпусе, он посмотрел, говорит, нет, это я в противогазе. И вот как-то у меня... Я никогда не ожидал, что такой ассоциативный ряд, что это, типа, какой-то товарищ в противогазе. Ну, в принципе, похоже. Ну, и что это? Нет. Лежит, правильно? Только давайте посмотрим. Я подумал, что это не собака, а сразу подумал, что это лиса. Потому что очень пушистый хвост. Для собаки, у собаки так пушистых хвостов не бывает. Просто лежит лиса и отдыхает. А белка. А вот если сейчас взять... Аня, не засыпай. Вот сейчас возьми и приблизь. Вообще, очень интересно смотреть на... Это пустыня. Это пустыня в Монголии. Да, по-моему, это Гоби. Но я помню, там не только же оно. Ну, как бы, есть и продолжение. А вот теперь обратите внимание, как облака повторяют барханы. То есть, вот эти восходящие-насходящие потоки, тут вот эти облака, они как бы тоже такие же волнистые. То есть, я так поближе потом подвел. Через облака барханы видно? Нет, нет, нет. Это видно, что облака волнистые. Тоже термические, термопотоки. Давай. Ну, здесь уже сейчас немножко пейзажи будут. Я назвал этот... Это уже не шутки. Хотя, с другой стороны, может, и шутки. Ну, просто мне... Я называю вот эту фотографию соединение стихий. Почему? Потому что здесь вы видите космос. Вот так он выглядит. Днем космос, черный космос. Атмосфера такая тонкая, маленькая, 100-километровая там полоска. В принципе, видимая даже меньше. Океан. Суша. Ну, там находится Солнце. Я немножко... Здесь у меня есть фото... Ну, я примененный трой такой... Я затемнился. Ну, солнечную дорожку поймал. И увидел, что как бы получается облака, а не как бы мост перекинул. Ну, я назвал это такой соединение стихий. Что-то мне так потянуло на какую-то ностальгию по Земле. Ну, дело в том, что в 10-м году летал в космос турист, директор цирка Дю Солей, Гил Алиберти. Ну, сам канадский гражданин. А я дублировал их экипаж. И у него цирк Дю Солей – это цирк Солнца. И у него, значит, поскольку он был клоуманом, джонглером, там, кем он только не был в свое время, он на НКС привез носы. И вот три носа красных там оставалось. Мне, моя семья прислала... Я два раза праздновал день рождения, два раза встречал... Он смотрел чемпионат мира и встречал день рождения на орбите. И моя семья мне прислала шарики с днём рождения. Но, когда долго летаешь и понимаешь, что любое что-то должно приносить пользу, я накачал эти шарики азотом в это время... Ну, что, рту не надувать. В это время мы перекачивали азот, потому что азот – это не вертный газ, и он должен обязательно входить в состав атмосферы. То есть мы не только кислородом, мы должны были его разбавлять. И у нас прогресс привозит азот. И я его должен был 8 мм азота, как я называл, с танка сдоить. Ну, я думаю, что я буду надувать его, когда есть трубочка, он дует... Я раз туда... Эти шарики были надуты азотом. Но были надуты азотом при давлении 742 мм. И когда я их повесил, я мог... Ну, первое... Ну, это моя каюта, там моя фамилия, вот сзади, там мой эмблем. Ну, это чисто моя каюта, вот здесь стол, на котором мы кушаем. И когда я открывал дверь утром, я обязан был потом докладывать на утренние конференции давление, на станции, там, ситуация, состояние. Я смотрел на шарики и сразу понимал, давление, если шарики расправились, значит давление упало. Если шарики сжались, давление уменьшилось. То есть он у меня еще как-то такой барометром работал. Потом, когда у Трейси тоже был день рождения, я завел ее туда, расправил, и ночью ей повесил перед ней у каюты эти шарики. Ну, тоже смотрел потом же в облине в американском сегменте. Бывает, что разница между российским и американским сегментом, то, что международная космическая станция достаточно большая, ну, так особо не замечаешь, но 2 миллиметра могло быть. А тут у нас столба, преподавание. Вот здесь... Аня, приближай. Вот эту вот башню танка. Вы сейчас поймете, почему я это сделал. Давай еще ближе. Видите, да? Вот эту фотографию можно было сделать только в одном случае. Обязательно одеть черные очки, с которыми мы снимаем солнце. У нас были научные эксперименты, где мы снимаем солнце, вспышки на солнце. Но там надо готовиться к этому. И вот эти очки, они настолько черные, что можно даже, в принципе, смотреть на солнце. И вот только в определенный момент, когда солнце светит тебе сюда, эту фотографию можно было сделать из Союза. Но из этих очков смотри на Союз. Невозможно было, потому что ты смотришь фактически просто на Солнце. У тебя глаза слезятся, слезы рьются. Это ничего не видишь. Мы додумались. Мы возьмем сейчас эти черные очки и будем все... И вот у нас все тут, получается, люди в черном. Вот в нашем экипаже у всех были такие фотографии, и все в черных очках. Потому что без очков просто невозможно было делать эти фотографии. Так, ну, опять же, помните эти смешарики? Ну, вот смешарики такие. Ну, тут, наверное, никаких вопросов не возникает. Я назвал это грустным панду. Что-то он прям так расстроился. В общем, как космонавт уже, который очень-очень хочет на Землю. Ну, здесь такой, мне показалось, интересный снимок. Потому что, к чему это привязать, не знаю. Просто маленький островок и вот такой эстуарий выход. То ли это, ну, я так понимаю, что это речка там какая-то есть. То есть вынос идет... Ну, достаточно редко с такого острова такой вынос реки по длине. Ну, вынос реки в море, он называется эстуарий. Теперь, тут, по-моему, вопросов не возникает. Мне что нравится в этом, что рога у этого, образом говоря, бизона, это аэродром. Ну, опять же, пошло цирковой вариант. Ну, мне кажется, это собака-то, которая так стоит на задних лапах. Там еще один такой будет. Вот это вот дракоша, если присмотреться, дракоша, который садится, у меня почему-то ассоциация. Вот это в районе... Как я его увидел, случайно. Я просто в свое время, когда еще был лучшим истребителем, мы прилетали в Красноводск, он сейчас туркмен-башир. Это Каспийское море, низ туда, ближе к Ирану. И там пустыня уже, фактически. И я любил смотреть на это место, там залив Карабагас-Гол. Так я любил, если есть возможность, начну сферифировать. Потом раз, смотрю, какие-то барханы. И вот мне показалось, что какой-то дракоша прилетел, типа лапки, там крылья растают. Ну, тоже собачка на задних лапках. Ну, более похожа на собаку, наверное. Ну, мы говорим... Это, опять же, вот такая ностальгия. Но даже несколько ностальгии мы говорим о том, что вы же, наверное, знаете. Вам сейчас уже в вашем возрасте и с вашим образованием, наверное, глупо задавать вопрос, сколько у нас воды на поверхности. Ну, в процентном отношении, например, покрыто. Сколько суши, сколько воды. 70%. Ну, по новым данным, в принципе, уже почти 72. Ну, там 70 нормально, тоже можно, потому что плюс-минус один лапок туда-сюда, это уже не так много. Ну, поэтому мы называем ее все время «голубая планета». И действительно, есть одна орбита. Мы за сутки пролетаем 16 с половиной раз вокруг Земли. То есть делаем обороты. Каждый орбит имеет свой номер. Там первая, первая орбита, вторая, третья, четвертая. И вот есть одна орбита, когда ты над сушей летишь только лишь, ну, где-то, по-моему, 8 минут. А остальные час 22 ты летишь только над океаном. Ну, над морями, над океанами. То есть суши под тобой нет. И вот я сфотографировал эту Землю. Ну, вернее, что это действительно у нас планета, правда, действительно голубая. Тут вот голубой свет, вот он преобладает. Да. А вы никогда не задумывали на такие вопросы? Почему у нас планета называется Земля? Хотя у нас планета состоит из 28% Земли и из 78%. Нет, ну, правильно он говорит, 28% и 70%, главное, если так сделать. Почему вы назвали Земля, а не вода? Если вода, 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 вода. Вот здесь вот тоже видно, что это голубая планета. Но, честно говоря, не самый хороший случай. Я тогда был командиром МКС. Вот это на самом деле, это очень редкая фотография. Хотя я знаю, что уже пару раз такие случаи были. Может кто-то и брал фотоаппарат и фотографировал. Дело в том, что это прогресс. И он висел на стыковочном узле ИСО. Причал Пивс назывался. Он все время смотрит вниз, под 90 градусов, на Землю. И он иногда мешает даже фотографировать Землю, потому что иллюминатор, с которого... То есть получается, что объект, который появляется, прогресс его долго закрывает. Потом надо быстро фотографировать, потому что он очень быстро появился и быстро уходит. В принципе, видимость объекта в иллюминаторе беспорядок 20 секунд. Если бы не было прогресса, вернется. Если бы не было прогресса, то, в принципе, можно было его чуть побыстрее увидеть, то, что ты хочешь увидеть. И в какой-то момент у нас станция... Ну, произошла авария. Такая серьезная авария. И станция потеряла ориентацию. То есть... И начало... Хаотичное движение. Ну и мы в процессе, значит, реагирования, парирования этой нештатной, серьезной нештатной ситуации, потому что там пошли отказы сразу, связи, потеря остронаправленных антенн с спутниками, все остальное. Ну, что там, ну, целая цепь идет, охлаждение нарушается, масса всяких. Надо быстро парировать. В момент парирования я на центральном пути находился, и в этот момент я смотрю, у меня прогресс прям смотрит по горизонту уже. То есть вот мы поднялись на 90 градусов, станция теперь вот так вот летит. Не так, а вот так. Ну, я с этого фотоаппарата быстро щелкнул. Ну, я не смог убрать вот преломление, потому что иллюминатор он достаточно широкий, он с двух полос состоит с прокачкой на тупаку, поэтому вот получилось преломление. Ну, это не ИНЛО. Да и, в принципе, мне кажется, даже видно, что иллюминатор не сильно чистый. Ну, просто вот какой-то другой, тот и фотографирует, через него и фотографирует. Вот, и вот получилось, что она мне все время напоминает о этой нештатной ситуации. Но она закончилась, конечно, все благополучно, все случилось. Минут через 40 мы все-таки смогли ее парировать. Ну, перед этим поворачивались неплохо. Ну, это очень фотография, вот если космонавт ее видит, это что такое? Такого просто невозможно ниоткуда снять. При штатной работе. Ну, здесь я немножко поигрался тоже. сделал фотографию с солнца через солнечные батареи. Немножко затемнился, уменьшил экспозицию. Ну, в общем, как бы так, чуть-чуть потрюковал. Но качество фотографии этого не... Ну, а это уже так мне надо было чем-то завершать. Ну, и поставил, что все-таки в конце это мои фотографии. Ну, что, помимо того, что мы занимаемся наушной работой, я могу вам, кстати, если вам интересно, я могу показать, что мы не только летаем, вообще, если так, для чего космонавт находится на Международной космической станции, для чего вообще МКС нужна? Естественно, МКС нужна для выполнения наушных экспериментов. У каждой экспедиции свои задачи, свои научные эксперименты. Часто повторяемые эксперименты из экспедиции в экспедицию. Это называется просто... Набирается статистика, и количество потом переходит в качество. Но у меня, по-моему, в первом полете 48 научных экспериментов, чисто российских было, во втором полете 56, и вот в третьем 58 я делал. Но, правда, из этих 58 три шло в автоматическом режиме, поэтому, то есть, ну, я следил за аппаратурой, но она не... Она сама сбрасывала в режиме телеметрии, сбрасывала данные в сеансы. Но, правда, способствует аппаратуру, я поддерживаю. На 50, получается, 55 экспериментов, в принципе, все выполнялось вручную. Давай я сейчас отвечу на вопрос, скажи. А если не секрет, то хотя бы один эксперимент возьмите? Ну, давайте, раз уж не секрет, я вам сейчас быстренько выведу, вы посмотрите. Потому что, во-первых, ну, из 58, как говорят, какой больше всего понравился. Но чаще всего нам нравятся космонавтовые эксперименты, которые... вот там пять направлений идут. Физико-химические процессы материала в условиях космоса. Вот кристаллизатор, перитертика, адамант, плазменный кристалл. Мне нравился в определенной степени плазменный кристалл, потому что он, во-первых, был очень интересный, информативный. И он еще имел обратную связь, потому что этот эксперимент ставили наши и ученые совместно с Институтом Марса Планка в Германии, Мюнхене. И потом я после сессии, после первого полета, я делал плазменный кристалл-3, а сейчас вот я работаю по плазменному кристаллу-4. В процессе всех вот моих полетов шел этот плазменный кристалл. Это поведение мелких пылевых структур. Ну, в данном случае там были, по-моему, мелчайшие частицы кремния и в магнитных полях различные напряженности. И там такие структуры устраивались, то есть пытались добиться четкой кристаллической решетки. И все это фотографировалось, это очень интересно выглядело. Каждый раз картинка была разная и очень многое зависело от оператора. То есть я там должен был в определенный момент быстро зафиксировать стабильность этой кристаллической решетки. И вот потом мы ездили в Мюнхен, выступали. И я могу с гордостью сказать, что, например, по плазменному кристаллу 8 научных работ было кандидатски защищено. И ребята подходили, Югослав меня даже домой тогда вечером пригласил, подарил мне свою кандидатскую, она у меня дома лежит. Ну, правда, она на английском языке, но, в принципе, так. То есть приятно, когда видишь результат своей работы практически сразу. Ну, что касаемо, ну, фламенко, я, есть флейм, это больше такое, тоже с американцами сценариями. Дубраво, ну, вот эти вот эксперименты больше всего нравятся космонавтам. Это исследования Земли и космоса. Почему? Потому что Дубраво, сценарий, ураганы, кунем, термитатор, ультрафиолитовая атмосфера. Это все эксперименты, которые связаны с тем или иным возможностями фотографирования Земли в каких-то определенных состояниях. И вообще, интересное направление одного из экспериментов есть. Ну, я вам так на будущее кидаю, я думаю, что это не будет забыто. Это сейчас продвигается, этот эксперимент. Мы его начинали. Смысл этого эксперимента в том, что все процессы, которые происходят на Земле, атмосфера является как бы кожей Земли. То есть была так выделена такая версия, что атмосфера – это как бы кожа Земли. И вот если, например, перед извержением вулкана атмосфера начинает не зрительно вспухать, а вспухает в определенном спектре. Это бывают электромагнитные спектры, еще какой-то другой, волны идут. И это все можно заметить. И получается, это как нарыв у человека. Перед тем, как он лопнул, у тебя появляется большая ошибка. Вот этим, благодаря этому, можно предсказывать эти землетрясения и какие-то катаклизмы на Земле. Те же цунами. То есть привязать это количественное состояние, то есть то, что получаются какие-то результаты, то есть идет горизонтальная съемка атмосферы. И серьезные аппаратуры, это МГУ работает с этим. Там некоторые аппаратуры делают до 400 тысяч снимков в секунду. То есть в определенных спектрах серьезные аппаратуры. Мы там затихаемся, все эксперименты прекращаются. Ну, мы старались их наносчитать, потому что все-таки, когда такая тумба там установлена, она как бы мешает работе повседневной. Потому что, ну, все-таки помимо того, что мы делаем научные эксперименты, нам приходится, мягкаясь, это огромный дом, и там кран может потечь, что-то еще что-то, еще что-то, то же самое мягкаясь. То есть что-то отказало, ну, вплоть до обычных туалетов, понимаете, и его приходится ремонтировать, потому что туалет все равно куда-то ходит. Или там водичка потекла, или еще что-то. Ну, то есть это большой дом, и приходится работать ремонтно-восстановительные работы какие-то делать, техническое обслуживание, всевозможное. Есть еще человек в космосе. Это вот как раз человек в космосе. Это влияние невесомости, опять же, оценивается влияние длительных полетов на организм человека, на костную систему, на сердечно-сосудистую систему. Ну, и различные вот эти эксперименты, они позволяют делать какие-то профилактические вещи, создавать на земле. Они иногда бывают, чтобы правильно их и последовательно выполнять. То есть ты, бывает, перед самым полетом, непосредственно перед полетом, начинаешь, там, предположим, 2-3 эксперимента на земле, на тебе ставят эксперимент. Потом ты 3-4 серии экспериментов проводишь с аппаратурой в космосе над собой. И потом ты возвращаешься, и точно так же, там, 2-3 эксперимента проводят уже после возвращения. Ну, и смотрят, как это все влияет на твой организм, и как идет процесс восстановления. Ну, вот космическая биология, биотехнология, это ассетики, биодеградация. Но имеется в виду, что здесь, ведь металл тоже в космосе деградирует. Ну, не только металл, в принципе. И вот смотрят, как различные материалы могут деградироваться под жестким космическим излучением. Ну, и плюс еще некоторые бактерии, какие-то микроорганизмы, ряска, там, даже ряска приходила. Мы смотрели, как работают, ну, проводили эксперимент, так и назывался ряска. То есть открывали его, там, питательную среду. Я даже мушек дрозофил как-то кормил один раз, смотрели, как на них длительный полет действует. Но их плохо было видно, там, а потом выяснилось, что все-таки они при посадке, там, половина от перегрузки с двух. В случае, какой-то такой своеобразный, я так и не понял результаты эксперимента до конца, потому что нам потом не рассказали. Ну, вот, перевести, перевести. И есть еще такой эксперимент, там, следующий слайд, ага. Технология освоения космического пространства. Ну, в процессе полета мы знаем, что есть космический мусор. Вы, наверное, слышали про это, да, опасность космического мусора. Объекты, которые летают, они разрушаются, периодически пропускаются орбиты. Ну, так вот, для того, чтобы вы понимали, это действительно серьезная опасность. И есть меры, предупреждения уходить. Вообще интересно так это для вас? Или, а то я сейчас ухожу, мне это было интересно, потому что от этого зависела моя жизнь и жизнь моего экипажа. Потому что, если прилетит такой вот, ну, кусочек, как, образно говоря, как теннисный мячик, то придется срочно с МКС, мы ее не сможем заделать, там, быстрый рэпиди-брэйс, быстрая разгармитизация, и ноги рвать придется оттуда очень быстро. Или изолировать какую-то модуль, ну, смотри, куда это влепит. А станция, это огромный уже физический объект, это, ну, летающее футбольное поле. Чтобы вы представили размеры сейчас МКС, это летающий футбольный поле. Прямо вот, и в ширину, и в длину. То есть, получается, там, оно, конечно, в длину немножко меняется, из-за того, что если пристыкует с прогрессом, он еще 7 метров добавляет. Если шаттл приходил когда-то, тоже добавлял определенное. Ну, а в ширину еще, там, вот эти вот самые большие американские энергетические батареи солнечные, по 54 метра каждый размах, плюс ширина самой станции. То есть, там, получается, за 110 метров. И поэтому вероятность попадания вот этих осколков очень большая. И при выходе в открытый космос мы часто делаем фотоаппаратом, фотографируем поверхность. И я вам хочу сказать, что я сам лично видел микро, вот эти вот повреждения защитной оболочки станции, экранно-вакуумно-теплоизоляция, называется, AFT. То есть, она все-таки сделана по типу, чтобы постараться отражать не сразу удар, а отражать эти объекты. И есть кусочки вырванные, то есть, микро какие-то частицы все-таки в станцию попадают. Вот для того, чтобы их фиксировать, например, на российском сегменте вот есть пробой, эксперимент. 27 чувствительных датчиков, я просто с Олегом, как раз с Аркемием расставлял их. Мы их закручивали в определенные места, там, тестировали, проверяли. И вот они тестируют попадание микромусора в станцию, считают количество, бросают. Видно, что есть, есть попадание, есть, но пока вот фид-фид-фуд, исключение называется, все хорошо. Ну вот это вот, то есть, получается, мы здесь проверяем технологии освоения космоса в том плане, что степень опасности существования длительного космического объекта на орбите. Ну и, естественно, как без этого обойтись, образование и популяризация космических исследований. Это великое начало, это московский лекционный институт, начал это серию лекций, ну, из космоса. Ну, великое начало посвящено также, как и Гагарине из космоса. Это посвящено популяризации космонавтики, каких-то встреч со школьниками телемостов. Ну и вот, ЭОСКЭМ, это, честно говоря, американский эксперимент, нам приходится его иногда делать в рамках сотрудничества. Эта камера устанавливается в американском сегменте, фотокамера. И студенты из колледжа или откуда-то, они имеют возможность сменить супов, руководить этой камерой, фотографировать какие-то определенные объекты на земле, задавать программы. То есть, непосредственно участвовать именно с этой фотокамерой, она находится как бы под их управлением. Ну, обычно установлены где-то на 2 недели, потом разбираться. То есть, я вот так вот сказал по научным экспериментам, которые... Вот у меня их было 58. Ну, по всем мы готовимся, по всем мы встречаемся с специалистами. Ну, какие-то сложные, какие-то очень сложные, требующие и временных затрат. Ну, я бы сказал, что и твоих просто сил, напряжения. Ну, а некоторые достаточно спокойные. Мне, например, очень там нравился один эксперимент медицинский, он назывался «Сплак». Это просто такая халява. Называется, надо было проверять свое венозное давление, артериально-венозное давление. И там натягивалась манжета, очень чувствительная манжета, ну, типа вот как вот давление. У каждого уже давление пробовали, ну, терапевты, да, вот измеряют. Вы понимаете, что накачали, посмотрели, раз, давление, верхнее, нижнее. А здесь надо было просто вот загреть и ничего не делать. Но надо так, чтобы никуда не улететь, потому что все-таки у нас атмосфера для того, чтобы мы дышали, 0,8 метров в секунду у нас вентиляция. И если ты ни за что не закрепляй, не закреплен, неважно, это ручка, ты ли я тут находишься. Если ты ни за что не держишься, ты точно так же вместе с этим воздухом, со скоростью 0,8 метров в секунду, ты плывешь куда-то, ну, до определенного места, до двери далекой, ну, куда-нибудь, до поручня, пока во что-то не укрешься. Поэтому мы и спим в спальных мешках, которые закреплены там на три веревочки, неважно, но главное, чтобы не улететь, потому что если ты не закреплен, то, в принципе, ночью ты можешь куда-то перелететь, проснуться в другом месте. А в невесомости очень хорошо спится, не переворачиваешься с боку на бок, никаких проблем нет, ничего не скрипит, то есть так, как в колонии себе называли, погрузился и выдурнул оттуда. Очень хорошо спится. Все расслаблено, очень здорово, но организм быстро к этому привыкает. Кто-то задавал вопросы, сейчас вы уже много задаваете. А я правильно понимаю, что вы там говорите на смеси всех языков вообще? Ну, у нас... Дело в том, что у нас язык общения, мы называем это в шутку, конечно, мы его называем рунглишем, потому что все учат русский язык, мы учим английский язык, каждый космонавт российский владеет английским языком. Вообще, ну, считается, что на станции международный язык единый – это английский. Ну, естественно, канадец может разговаривать на французском, японец может разговаривать на японском, но все конференции, ну, в принципе, американская сторона на английском языке, ну, какие-то мероприятия могут проводиться на английском, чисто могут, если это российское мероприятие, может, на русском языке проводиться. То есть мы им текст пишем, они читаются, они нам иногда, когда мы участвуем, потому что тоже с президентом, мы чувствуем тоже там текст на английском, ну, на Владимире, они возили, ну, в мере понимания. Дело в том, что у меня позывной «утес». Я вот когда его взял, я первым делом проверил на своих американских товарищах, как произносится «утес». Нормально? Нет, «утес». Отлично. А один парень взял «альтаир». Скажи «альтаир». То есть у них, понимаете, он не может тут произнести «альтаир» или еще что-то. Ну, то есть вот надо подбирать себе позывной такой, чтобы он был для твоих напарников по полету, он был произносим. Потому что у меня Эндрю Томас, он сейчас в третьем полете, он такой классный парень, молодцы. Вот ему достался текст на экзамене, ну, на государственный экзамен на МКС. И там надо провести втроем, значит, один из, ну, один из таких, одно из заданий провести поздравление для кого-то, предположим. Ну, и там было поздравление к 8 марта. Ну, взял кто-то от балды там написал какое-то поздравление, там, скинул радиограмму, я это все перенес на телетекст, быстренько отредактировал, все сделал, суфлер, бегущую строку. Эндрю, ну, ты возьмешь вот это, я, Лука, ты возьмешь это, я начну, вы здесь, 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 в конце я заканчиваю. И Эндрю Томасу достается такая фраза. Дорогие женщины, как всегда, мы очень хотели, чтобы вы с искорками в глазах встречали нас там после полета или что-то такое. Вот он, вы не поверите, у меня 15 минут ушло на то, чтобы он смог произнести слово «с искорками в глазах», потому что это было непроизносимо для него, как он только не говорил. А мне выделяется на это задание, на экзамене, выделяется все 25 минут. Но хорошо, что мы чуть-чуть сэкономили время, я аппаратуру чуть раньше подготовил. Так вот, он из этих фактически 20 минут, он 15 минут пытался выговорить с искорками в глазах. Я включаю запись, и он на этих искорках давится. Я опять выключаю запись, потому что надо ее потом отправить в суп, ну, как бы условный суп, они там просмотрят, потом ставят оценку. И вот эта вот искорки в глазах, она настолько запомнилась, мы так нервничали, потому что мы выбиваемся из графика, что на полет я сделал, я заказал в часовую мастерскую, в первом часовом заводе, 9 часов, наручных часов, с эмблемой нашего полета, и девизом нашего полета стало «С искорками в глазах». Прямо вот так она была написана по-русски, «С искорками в глазах». Вот, так что, ну, каждый для родителей, для себя, там, взял, там, 9 часов, но и от него подарили руководитель, русскосмос, а, работник, а, Дмитрий Леонидович. Вот такие дела. То есть веселые истории с английским языком тоже бывают. И я вам хочу сказать, что наши космонавты, которые приезжают туда, они иногда тоже там выдают первых. То есть, сказываться не бывает. Есть ребята, один учил немецкий, а всем говорил, что у нас английский нужен был. И вот он, я просто сам слышал это, он начал читать, как он проскочил, я не знаю, но это давно было, я рассказывал. И он такой, Мэйденуза. Мэйденуза. На него преподаватель смотрит, не может понять, что он читает. Он «Made in USA» он почитает, как Мэйденуза. Он говорит, ты что, немецкий учил? Ага. А как ты собираешься? Я выучу английский. Но, вы знаете, он такой оказался хитрый, что два года он был кандидатом к космонавту. Ну, не стало, что он там английский язык не выучил. Ну, в общем, мы его отчислили. Он единственный, кого отчислили с нашего набора. Ну, так и бывает, статистика отчисления не очень хорошая, но, в принципе, она существует. То есть, мы когда приходим, два года кандидата к космонавту, за нами наблюдают, тренируемся, делаем, прыгаем. А потом в государственный экзамен мы будем принимать решение. Таких месяцев, сто человек, не меньше, каждый пытается тебя где-то утопить. Приходится отбрыкиваться. В общем, космонавты, это вообще-то на самом деле такой вечный студент, потому что, сами видите, объем информации, который тебе поступает. Каждому полету приходится готовиться, все время сдавать экзамены. И вот ушедший из жизни Владимир Афанасьевич Сляхов когда-то попробовал посчитать. Вот он, тогда у него хватило. Сколько же мы сдали экзамены перед Павелемом? Начал считать, что-то попало. Получалось где-то 157 у него. Я думаю, сейчас мы вообще за 200 уже зашкаливаем. То есть, все время учишься, все время приходится держать себя в том числе. Но я вам хочу сказать, пожелать дальше просто, потому что со сцены тогда все это не скажешь. Знаете, на самом деле, учитесь. Учитесь. Почему? Потому что знания никогда не бывают лишними. Они могут не пригодиться. Могут не пригодиться. Но лучше знать, как выйти из какой-то ситуации. И ты будешь обладать эти знания, и ты из них выйдешь, чем вообще ничего не знать. Но это так вот. И вообще знания в последнее время становятся таким достаточно востребованным товаром. Чем больше ты знаешь, тем больше ты ценен. Не ленитесь. И учите иностранные языки. Это очень полезно. Что бы ни происходило сейчас в мире, знания иностранных языков все равно становятся. Обладательные больше информации. И умеют. Вы сможете анализировать больше информации. Ну, так. Пожелание вам. Давайте. Дерзайте. Все у вас впереди. Вот. Может быть, у кого-то когда-то, я уже вчера высказал это пожелание, что может быть, когда-то выпускник вот этой школы придет отряд космонавтов. Будем ждать. Удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.